Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Давайте сразу начнем с нефтянки, которая котируется, как и днем ранее, на отметке 58-64. Надеюсь, что сегодня движения будут более активные. Все-таки вчера был выходной день в Штатах, и сегодня можно сказать, что на площадках уже все игроки, которые должны быть. Почему я по-прежнему сохраняю короткие позиции по рынку черного золота? Это применительно буквально ко всем активам, не только Brent, но и WTI, которые в принципе коррелируют между собой по динамике. Я, друзья, как и раньше, ставлю на то, что есть риск не только замедления темпов роста мировой экономики, но и риск, который в данном плане еще и усиливается ростом предложения. Доклад ОПЕК, который вышел в пятницу, показал нам, что производство нефти в странах ближневосточного картеля выросло на 80 тысяч баррелей. Куда интереснее статистика по Штатам, где только за позапрошлую неделю объем добычи сразу на 200 тысяч до 12,5 миллионов баррелей. Это рекордный показатель. И важно здесь отметить, что, в принципе, нам, наверное, уже даже и неинтересны данные от Беккер-Хьюз, потому что, согласно этому отчету, в последние недели мы констатировали сокращение количества боровых. Но вот, судя по всему, на общий прирост нефтедобычи это никак не повлияло. Если вернуться к теме замедления темпов роста мировой экономики, нужно понимать, друзья, что на рынке с учетом такой конъюнтуры все еще возможно сохранить баланс. Только в том случае, если производство нефти будет соразмерно снижаться. В данном случае сейчас этого не происходит. Поэтому, учитывая расхождение этих двух показателей, я считаю, что мы, как минимум, сейчас не должны недооценивать риски роста добычи со стороны ряда регионов. А если еще попробовать вернуться к теме скорой встречи энергетического, скажем, участников энергетического пакта, встречи ОПЕК+, которая состоится, кстати, 12 сентября. Дата, которая уже часто фигурирует в наших брифингах, потому что это день еще и заседания Европейского центрального банка. В общем, в ходе заседания комитета, когда будет обсуждаться ситуация на рынке нефти, я более чем уверен, друзья, что страны больше не пойдут на какие-то дополнительные решения по сокращению производства. Я делаю вывод об этом, исходя из довольно жесткой, ну, в принципе, понятной позиции России. Со ссылкой на Александра Новака мы знаем, что Россия более не будет поддерживать инициативу ДОПа о сокращении. Поэтому, если кто-то из вас ждал поддержки со стороны страны ОПЕК+, я думаю, что этой поддержки уже не будет. И очень большое значение на этой неделе будут иметь данные по запасам нефти в США. Кстати говоря, неделю назад был зафиксирован резкий рост импорта нефти. И, в принципе, есть очень высокая вероятность того, что, скорее, из-за этого запасы могут сильно вырасти. Что это значит? Это традиционный фактор снижения котировок нефти. Осталось только дождаться, друзья, когда все-таки бренд пойдет вниз к 55 долларам за баррель. Дальше. Доллар и иена 106.30. Тоже ситуация особо не изменилась. Но каждый раз, когда мы разбираем динамику доллара и иены, я делаю акцент на тоже повышенный спрос на защиту, исходя из торговой войны. И с некоторых пор факт торговой войны мы еще поддерживаем идеи валютных войн. И если у нас есть задача разобраться о том, действительно ли они идут, деволюционные войны, я думаю, что индикатором этого является пара доллар-китайский юань. И, собственно, в ходе вчерашней торговой сессии был обновлен новый рекорд, собственно, 7,18 юаней за 1 доллар. Это к вопросу о том, что будут действовать дальше власти, денежные власти США, и в частности Дональд Трамп, который видит все, что происходит, и видит то, что вместо того, чтобы параллельно с ослаблением курсов валют ближайших торговых партнеров слабел также доллар, американская валюта чувствует себя бодряком. Поэтому я, как и раньше, настаиваю, друзья, на том, что мы не должны упускать из вида факта роста напряженности и факта возможной словесной риторики со стороны Трампа, который продолжит давить на председателя Федрезерва, мотивировав его на дополнительное снижение процентных ставок. Сегодня целая куча отчетов, в принципе, как и в ходе всей недели, АИСМ в производственном секторе, ожидания слабы, ниже полтинника, это спад. Также АИСМ разгон инфляции, жду слабые цифры, и чем хуже будут данные, тем больше вероятность повышения, точнее снижения ставки в ходе сентябрьского заседания. Евро против доллара все ниже и ниже. Наша цель следующая, 1,08. Участники рынка спорят, с какой же вероятностью сейчас можно закладываться под решение Европейского центрального банка касательно снижения процентной ставки. Я считаю, что минимум 0,1% будет срезано с ставки по депозитам. Есть 60% вероятность того, что ставку снизит на 0,2%. Сегодня в 10.00 выступает Кристин Лагард, которая подменит Драги в ноябре. Мы знаем, что она, в принципе, абсолютно полностью разделяет его курс, поэтому сегодня ее выступление может быть довольно интересным. И мы, наверное, имеем полную возможность сейчас уловить, опять же, те действия, которые будут лоббироваться лично ей в ходе того, когда она, собственно, сядет в кресло лидера Европейского центрального банка. И если ее риторика будет такой же мягкой, как у Драги, соответственно, быть евро все ниже и ниже. Вчера, кстати, вышел целый блок индексов производственной активности, которые, как ожидалось, больше разочаровали. Фунт против доллара 1.2036. Мы вот-вот пробьем поддержку 1.20. Друзья, я надеюсь, что вы встали в короткие позиции вместе со мной и ждете, когда же это случится. Сегодня важный день, потому что сегодня парламент будет пробовать и заблокировать жесткий Brexit. Если ему не удастся это сделать, то фактически до конца этой недели пройдет голосование о досрочных выборах. Все это, друзья, значительный риск усиления неопределенности, который будет в буквальном смысле топить фунт. Давайте пользоваться этой прекрасной возможностью заработать на британской валюты, тем более, что мы знали про эти риски. В догонку сюда по негативу еще и слабая статистика. Индекс активности в производственном секторе, судя по вчерашним данным, оказался на отметке 47.4. Это минимум за последние 7 лет. Ждем активности в сфере услуг, но я думаю, что она тоже позиционно разочарует. Австралии с против доллара 0.6707. Low сегодняшнего дня 0.6686. Ставку оставили на прежнем уровне. Зря, кстати говоря, думаю, что, возможно, в ходе последующих заседаний более проактивную позицию займет Резервный банк Австралии. Но в ходе сопротивлений стало ясно, что Резервный банк Австралии готов действовать и, в принципе, не скрывает, что политика остается с уклоном на смягчение. Поэтому мы сохраняем прежние ожидания по австралийцу. Это цели на отметке 0.65-0.66. Доллар канадец 1.3339. Ждем закрепления высшего уровня 1.34. Сегодня в 16.30 выйдут данные по производственной активности. Ожидания слабые, но интереснее всего будет торговая сессия среды, то есть завтра, когда Банк Канады пересмотрит процентную ставку. По золоту 1.524, тоже, в принципе, котировки вчерашнего дня. Ждем возвращения этого актива в район 1.550. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.